Очень часто люди не понимают, как устроена энергия и очень часто между мужчинами и женщинами возникают определенные трудности и трения, которые связаны просто с тем, что мы не понимаем, как реагирует женский организм на стресс и как реагирует мужской организм на стресс. Мужской организм на стресс реагирует так. Если мужчине, какая сущность мужчины? Мужчина должен оплодотворить. Поэтому если у мужчины вдруг стресс, то мужчине хочется секса. Поэтому, когда у вашего мужчины появляется безумное желание, ему хочется все время секса и так далее, это говорит о том, что он находится в бесконечном агрессивном стрессе. И этому человеку необходим покой и спокойствие, успокоение. То есть он в стрессовой ситуации, много адреналина. Когда у женщины стресс, то у женщины происходит наоборот, так как она во время стресса не может ни выносить, ни воспитать ребенка. Поэтому женщина во время стресса, для нее не хочется ни сексом заниматься, ей не хочется никаких... Именно поэтому очень часто семья, которая проходит состояние стресса и находится в стрессе, получает помимо прочего еще и вот такие дисбалансы. То есть у женщины появляется отсутствие желания, у мужчины появляется гипер желание. На этом фоне появляются претензии, мужчина начинает проявлять претензии и говорить, вот ты там не желаешь, она ничего не может сделать с собой, потому что она находится в стрессе. И это все регулируется гуморальной системой, эндокринной системой. Ничего с этим сделать нельзя. Поэтому нужно знать, что если есть стресс и перед вами находится женщина, то вы словами максимально должны ее убедить в том, что стресса нет, что она все равно красивая, что мы все равно добьемся. Почему? Надеждой живут женщины в большинстве своем. И когда женщина испытывает стресс, то ей не нужно дополнительно вводить в состояние стресса. То есть если орать на мужчину, он будет хотеть больше, чем раньше. А если орать на женщину, она не будет хотеть больше, чем раньше не хотела. Поэтому для того, чтобы женщина хотела, нужно обязательно ее пушить и гладить, и обещать. Потому что женщина и женское сердце, оно питается надеждой. Так, хотите сделать какую-нибудь красивую, хотите сделать комплимент мужчине, расскажите ему о том, как вы восхищаетесь достижениями рук его. То есть мужчине можно сказать, какая красивая одежда, машина, какие красивые часы и так далее. Даже какой он умный. Когда вы делаете женщине комплименты, которая выходит из мега дорогой машины и в очень дорогом костюме, или в платье, и в дорогих часах, никогда не говорите о дорогих часах и платьях. Всегда говорите, какая она красивая. Говорим, вы сегодня особенно красивая. Вы сегодня особенно потрясающая. Самое страшное, что может сделать мужчина для женщины, это создавать претензии и говорить женщине, что она некрасивая. Это самое плохое. Больше всего женщины нуждаются как раз и в этом. Женщина рождается с проблемой, которая называется проблема неверы в то, что женщина красива. Поэтому каждая женщина почему-то постоянно хочет, чтобы нашелся кто-нибудь, кто бы ей постоянно говорил о том, что она красивая. Вот запомните эти слова. Они банальные, но мужчины часто о них забывают. Это три волшебных слова. Я тебя люблю. Говорите это утром, в обед, вечером и перед самым сном, когда вы засыпаете. В случае, если говорить всего лишь три слова вашим женщинам утром, в обед и вечером, четыре раза в день, то жизнь будет лучше, претензий будет меньше.